Доброго времени суток! Мы добрались до 21 урока, который называется «Звук и музыка в Scratch». И, разумеется, в этом уроке мы вплотную займемся именно этим вопросом – созданием звука и музыки в Scratch. В первой части урока мы изучим и частично вспомним основы работы со звуком Scratch и научимся записывать звук через микрофон, а также его обрабатывать с использованием специальных инструментов. Давай перейдем в Scratch и начнем работать. Для того, чтобы работать со звуком Scratch, надеюсь, ты помнишь, у нас есть вкладка «Звуки». И первое, что мы должны сделать – мы должны добавить звуки к спрайту. В некоторых стандартных спрайтах, которые мы берем из библиотеки Scratch, звуки уже заготовлены. И звук «Мяу» слышали наверняка все, кто начинал работать в Scratch. Для того, чтобы звук прозвучал, у нас есть команды, блоки из группы «Звук». И наверняка ты уже пользовался командой «Играть звук» «Мяу», допустим. Тот самый звук, который у нас есть здесь. Если мы хотим добавить еще один звук, то по аналогии с инструментами, которые мы изучали при создании спрайтов или при создании сцены, со звуком у нас тоже есть похожие инструменты. Какие же? Это выбрать звук из библиотеки. Наверняка ты этим пользовался, не будем его рассматривать. Следующая кнопка «Записать новый звук». И следующий инструмент – это загрузить звук из файла. В этом уроке, как я говорила, мы запишем новый звук с помощью микрофона. Для того, чтобы это сделать, мы должны сначала нажать на изображение микрофона. У нас появится иконка звука, но звука пока нет. Если сравнить два вот этих звука, то у звука «Мяу» стандартного есть вот такое изображение. Это изображение называется «Осциллограмма», то есть графическое изображение звука. Вот так можно, чтобы лучше было видно. Если звук длинный, допустим, если загружалась музыка, то там будет длинный-длинный, его можно еще и пролистывать. А тот, который мы сейчас создаем, это аналог кнопки «Нарисовать», например, «Новый спрайт» или «Нарисовать новый фон». Мы должны записать звук. Во всех инструментах записи есть специальная кнопка для записи, и она всегда изображается с помощью кружочка. Иногда этот кружочек красного цвета, но всегда это кружочек. И для того, чтобы начать запись, мы должны на него нажать. Давай нажмем. И у нас сейчас сразу включилась запись. Вот идет надпись «Recording». Это по-английски означает «Запись». И происходит индикация звука. Вот когда я говорю, поднимается выше. Когда я замолкаю, опускается ниже. Когда мы заканчиваем запись, нажимаем на квадратик. Это стандартная кнопка «Стоп». И видим, что у нас звук вот такой длинный. Все, что я сейчас говорила, записалось. Это осциллограмма речевая. Она отличается от каких-то других звуков вот таким вот разнообразным изображением. Что здесь такого нам необходимо знать? Во-первых, там, где есть вот такие фигуры, назовем их так, части осциллограммы, это те места, где звук есть. А там, где у нас ровная сплошная линия, это то место, где у нас пауза. Если мы запустим звук на воспроизведение, то сначала у нас будет немножко пауза, а потом прозвучит звук. Давай я сейчас попробую запустить. Я дальше не буду, но сначала наверняка было заметно, что была пауза. Надеюсь, звук у тебя прозвучал. Если нет, ты можешь проэкспериментировать, тоже нажать на микрофон. У тебя появится иконка для новой записи. И ты нажимаешь на круглую кнопочку и получаешь запись. Можешь поставить видео на паузу и записать звук через микрофон. Разумеется, при этом у тебя должен быть микрофон. Если ты работаешь с ноутбуком, то микрофон встроенный. Он, скорее всего, должен быть включен. Если что-то не работает, то либо, если знаешь, как настроить, включить микрофон, сделай это. Если не знаешь, то попроси кого-нибудь старше, чтобы тебе помогли включить микрофон. Если ты работаешь с другим компьютером, либо тебе нужен внешний микрофон, то нужно его подключить к своему компьютеру. Тоже, если ты не знаешь, как это делать, пожалуйста, спроси у старшего. Либо посмотри в интернете, таких уроков должно быть достаточно. Мы же с тобой, после того, как ты запишешь, поработаем с этим звуком. Поскольку паузы, вообще-то, в речи нам не нужны, скорее всего. Хотя, может так казаться, что и нужны. Но вот эта вот пустая часть точно не нужна. Надеюсь, ты уже записал свой звук. И сейчас мы его отредактируем. Итак, вспомним. Кнопки у нас есть три. Это кнопка воспроизведения. То есть мы можем послушать звук. Это кнопка остановки прослушивания или записи. Все равно чего. А это кнопка записи. Теперь ты их знаешь. И у нас есть еще несколько дополнительных настроек. Вот я тебе не сказала о том, что если вдруг ты воспроизводишь, и у тебя очень тихо звучит, и осциллограмма очень-очень маленькая, то, возможно, тебе нужно настроить громкость микрофона. То есть если ты сделаешь его громче и начнешь записывать, то осциллограмма будет выше. Вот давай сейчас попробуем. Я поставлю на максимум громкость микрофона. И еще раз начну записывать. Вот видишь, уже зашкаливает аж красным. То есть вот когда появляется здесь красный, это плохо. Надо, чтобы был зеленый, ну и может быть немножко желтенького. Но красный нежелательно, потому что когда зашкаливает, звук будет некачественный. Остановлю. И что мы видим? Смотри, что превратилась во что наша осциллограмма. Вот она добавилась в начало. А то, что я записывала раньше, выглядит значительно приятнее. Правда? То есть вот эта вот громкость микрофона. Если вдруг у тебя получилась вот такая страшная запись, то если ты ее послушаешь, она будет звучать тоже, скорее всего, неприятно. С какими-то даже дополнительными шумами и слишком громко. Поэтому придется сделать громкость микрофона пониже. Вот стандартная, вполне нормальная. И записать заново. Ну все зависит от того, как громко ты говоришь. И от того, какой у тебя микрофон, как он настроен тоже на компьютере. Но здесь еще есть дополнительная возможность регулировки. С записями, наверное, все. Все. Теперь будем обрабатывать этот звук. Потому что, допустим, вот эту вот часть записи... Ну, я даже слушать не хочу. Я точно знаю, что она будет такая неприятная, некачественная. Мне ее нужно удалить. Как это сделать? Даже в начале здесь виден вот такой вот шум, уже системный шум. Чтобы это сделать, точно так же, как в начале, допустим, вдруг у тебя такая ровная линия, это пауза. Нам на эту часть нужно выделить. Я нажимаю левую кнопку мыши и просто двигаю. Примерно так же, как наверняка тебе уже не раз приходилось выделять какой-то текст. Точно так же мы можем выделить часть звукового сигнала, часть осциллограмма. У меня она получилась очень длинная. Вот я ее выделила. И теперь эту часть, которая выделена... Давай пролистнем еще, посмотрим, как они отличаются. Вот это выделено таким сиреневым цветом, это белым. То есть вот с выделенной частью я могу производить какие-то изменения. В данном случае я сказала, что мне эта часть не нужна, поэтому я могу ее спокойно взять и удалить. Вот я ее удалила. Теперь у меня все начинается нормально. Посмотрим, давай, какие здесь еще есть интересные инструменты. Есть еще пункт меню «Отмена и повтор». Это аналог вот этой вот отмены и повтора. Если я сейчас здесь нажму «Отмены» или здесь, результат будет одинаковый. Вот, все вернулось. Если вдруг один шаг нужно отменить, мы можем его отменить. Либо я сейчас нажму «Повтор» и вот то, что было удалено, оно удалилось. То есть тот шаг, который мы выполнили до этого, отменили, а потом я повторила, все-таки применила и у меня все удалилось. Аналогично любые другие действия нужно выполнять. В общем, это похоже тоже на отмену и повтор действий, которые мы использовали в редакторе Scratch, в графическом редакторе, когда рисовали спрайты или фоны. Дальше, какие у нас есть следующие инструменты? Есть инструмент «Вырезать», «Копировать», «Вставить». Что это означает? Это означает то, что мы можем, допустим, какую-то часть нашего речевого сигнала, либо музыки, возможно, вдруг тебе захочется, взять, тоже выделить. Все эти вещи мы можем делать с выделенной только частью. Ну вот я выделю вот так вот побольше. И если мы выберем «Вырезать», то мы вырезали, и эта часть нашего речевого сигнала и нашего звука, она сохранилась в памяти компьютера. И я могу эту часть ставить куда угодно, туда, куда поставлю указатель мыши, но вот здесь вот он такой длинный и высокий получается. Например, я щелкну сюда и хочу его сюда вставить. Выбираю опять «Правка», «Вставить». И вот эта часть, которую я скопировала визуально, наверняка помнишь, вот она так выглядела, она вставилась. Ну вот мы можем сейчас отменить. Вот она сейчас пропала, ее нет. Еще раз отменю. Вот она здесь появилась. Сейчас я ее отсюда вырезала и вставила. Чем отличается функция «Удалить» инструмент «Удалить» от инструмента «Вырезать»? Когда мы выбираем «Удалить», это удалится совсем, не сохраняется в памяти. А когда выбираем «Вырезать», это сохраняется в памяти, и мы можем этот кусочек вставить в другое любое место, либо вернуться на то место, в котором это было. Ну и инструмент «Копировать» точно так же, как во всех текстовых редакторах и графических редакторах, в принципе, те же самые функции. Мы можем, допустим, вот этот выделенный элемент скопировать. Он сохранился у нас в памяти компьютера. И, допустим, сюда вначале я могу этот фрагмент вставить. Вот точно такой же, точно такая же копия у меня здесь появилась. Конечно, я не глядя, не слушая точнее. Звук надо слушать. Когда мы рисуем, мы видим, что мы делаем, что мы нарисовали. Мы можем что-то удалить, скопировать, вставить, вырезать, вставить, сделать какие-то манипуляции, и мы результат видим. Здесь мы видим только осциллограмму. И если у тебя хорошая зрительная память, ты привыкнешь читать осциллограммы, вот эти фрагменты явно видно, что они одинаковые. Но для того, чтобы убедиться в том, что у тебя получилось то, что надо, надо всегда правильно слушать звук, слушать результат. И сейчас мы перейдем к следующему набору инструментов, который называется эффекты. Но сначала вот последний пункт, это выбрать все или выбрать все скорее правильнее. Мы выбрали полностью всю осциллограмму. Вот она у меня длинная. Чтобы ее выделить вручную, мне надо вот так долго-долго листать. А я могу выбрать все и, например, применить какие-то эффекты. Какие у нас есть эффекты? Эффекты есть тоже разные, интересные. И первый, который я покажу, это громче. Вот у меня здесь осциллограмма, в принципе, небольшая. И, возможно, у тебя еще меньше, и получилось слишком тихо. Не беда, можно попробовать применить эффект громче. Вот осциллограмма увеличилась. И если сейчас послушать, то будет значительно громче звучать звук. Я надеюсь, ты запоминаешь все инструменты, а потом в конце можешь их проверить в действии. Либо ставь периодический урок на паузу и повторяй за мной. Смотри, как тебе удобнее. Я дальше продолжу. Если звук оказался слишком громким, но не неприятным, как в том случае, который я показывала, то есть не зашкаливала запись на красный, не трещит ничего, все хорошо, нужно сделать звук мягче. То есть он станет немножечко тише. Он даже стал тише, чем исходный. Я верну, наверное. Сделаю вот так, как было раньше. Какие следующие эффекты? Эффект тишина. Что такое эффект тишина? Вот я его выбрала, он никуда не применился. Почему? Потому что, еще раз повторю, необходимо выделить ту часть звука, с которой мы работаем. Либо весь, либо ту часть, с которой работаем. И давай применим тишина. Оказывается, у нас осциллограмма исчезает, остается прямая линия. И ты уже знаешь, что прямая линия означает то, что звука нет. Ну, звука нет, это тишина. Правильно. Еще следующие эффекты. Увеличивать и исчезать. Что это такое? Как правило, такие эффекты лучше использовать, например, в начале. К примеру, у тебя есть музыка в игре, и ты хочешь, чтобы она постепенно становилась громче. То есть сначала медленно-медленно как бы появлялась, проявлялась. Тогда мы делаем что? Вот сейчас я эту часть удалю. Мне она не нужна. И вот эту часть я хочу, чтобы она постепенно появилась из почти отсутствия звука к более громкому. Тогда я выбираю эффект увеличивать. Вот я сейчас на него нажму. И по осциллограмме видно, что сначала тише. То есть вот эта вот высота осциллограмма означает на самом деле громкость. Ты уже наверняка догадался, да? А дальше уже будет тот звук, который, в принципе, и был изначально. Ну и нетрудно догадаться, что сейчас я выделю, чтобы дальше там в конец не листать. Хотя лучше это сделаю, потому что обычно в конце, допустим, заканчивается звучание какого-то звука или, например, музыки в игре. И какой-то фрагмент я хочу сделать так, чтобы он постепенно исчезал. То есть чтобы не резко обрывался звук, там музыка какая-то, к примеру, если она громкая. А постепенно нажимаем «Исчезать». И у нас вот осциллограмма изменилась таким как бы треугольничком. Это эффект «Исчезать». Ну и последний эффект. Он достаточно смешной, потому что сейчас я его нажму «Вернуться». Смотри внимательно на эту осциллограмму, что будет. Оп! У нас получился так называемый реверс. И если сейчас послушать, там будет такая абракадабра, ну ты поиграешься с этим эффектом. То есть можно записать какой-то звук с микрофона или даже какую-то музыку загрузить, а потом вернуть и будет играть как бы с конца в начало. Ну это невозможно описать словами, это надо слушать. Вот такие есть инструменты работы со звуком Scratch. Я думаю, они очень интересны для тебя. И теперь ты можешь попробовать с ними поработать. А в следующей части урока мы поговорим о звуке в играх и о том, как правильно для игр звук создавать.